Всем большой привет, ребят! Я что-то в ударе. Одно видеоразговорное я сняла, следом другое, буквально на следующий день же снимаю, мне это так нравится, надеюсь и вам тоже видосы заходят. Я решила минимум разнообразия добавлять, просто у меня столько вопросов классных было, и я решила, что ну как-то некрасиво вас отставлять без ответа, реально вопросов задали ну кучу. И я ответила только на 15 в предыдущем видео, поэтому я подумала, что надо продолжить снять еще одну часть, причем я открыла этот же опросник, не просила вас задавать новые вопросы, просто вот отсюда. Все буду читать. Отпустить себя в питании помогло при восстановлении КД? Так, для тех, кто не в курсе, краткий экскурс, на полгода пропали критические дни из-за того, что я была очень строга к себе, и очень у меня был стрессовый период в плане питания. Я, если честно, немножко повернутая была во время карантина на всем этом, и поэтому они пропали, я себя очень сильно спортом убивала, плюс ограничения были сильные, хоть и по калориям я ела много, но ограничения были прям максимально эмоционально сильными, от этого мне как бы все вот так пошло, и я нифига не худела. Ну, похудела до 53, и дальше уже не спускался вес, хоть ты тресни. Я поняла, что мне важнее гораздо мое здоровье женское, поэтому в какой-то момент решила отпустить, подумала, хочу фри, ем фри. Хочу все, что угодно на этом свете, я это ем в любое время, без каких-либо ограничений, просто стараюсь слушать свой организм, и стараюсь именно не перегибать палку, то есть я же не хочу, чтобы у меня болел живот, поэтому я себе говорю, Карина, если ты сейчас съешь больше, ты просто, ну, будешь два часа валяться с полным животом, тебе будет просто плохо, зачем тебе это? И вот такие разговоры с собой мне помогали для того, чтобы не переедать, но при этом я ела даже в Макдональдсе, и от этого буквально за месяц я восстановила себе мои дни женские, да, так скажем, именно потому, что я расслабилась, именно потому, что я перестала себе все запрещать, я немножко отодвинула спорт, и перестала где-то на месяц им заниматься, быстро все восстановилось, и сейчас вот я в идеальном состоянии, я действительно, отвечая на этот вопрос, мне помогло, вот то, что я отпустила ситуацию, мне помогло восстановить критические дни, и критические дни, точнее их отсутствие, мне помогло задуматься о том, что мне пора выходить из РПП, да, и нормально жить с нормальным отношением к еде, не считая каждую калорию, не думая о каждом съеденном кусочке, и не виня себя за все, что я съела за сегодня. Можно сказать, я даже рада тому, что критические дни пропали из моей жизни, потому что я наконец-то ощущаю себя более свободной. Я сейчас 2.20 ночи, я поела полчаса назад семгу, и кусок пиццы, и нутеллу, но при этом я ем достаточно редко, ну, то есть в день, там, два, максимум три раза, и не так уж и много в количестве. Это офигенно. Если вы хотите, я могла бы более подробно рассказать вам обо всем, про РПП, может быть, даже приглашу психолога и спрошу то, что у меня было, это было РПП, потому что меня часто обвиняют в том, что, типа, как ты можешь себе сама ставить диагноз РПП, если ты не общалась с психологом. Но, ребята, я все-таки считаю, что я достаточно осведомлена о том, что такое РПП, я могу свои ощущения, как бы, вспомнить, что я думала, что я чувствовала в тот момент, и понять, что да, у меня действительно все было не в порядке в тот момент. Мне кажется, это интересно. И я расскажу еще больше информации, правда, у меня во влогах это все есть, не знаю, насколько это нужно, но, может быть, еще раз информация более структурирована, она поможет кому-то, и тогда, в принципе, почему нет? Да, я действительно вам об этом ничего не рассказываю, хотя, например, в начале этого года было постоянно во влогах то я делаю это, то я делаю то. Встала, это раз, и даже если что-то такое мелкое делаю, я не снимаю это, не знаю почему, хотя я почти ничего не делаю. Честно, вот эта вот непонятная ситуация с короной, она не дает мне на 100% вероятности, что даже вот 24 октября у нас будет свадьба, поэтому так не хочется ничего делать, хочется просто расслабиться и забить на все, не знаю. Мне нужно много чего еще сделать, пойти на танцы армянские, выучить танец невесты, найти ансамбль, который будет танцевать, то есть у нас уже много есть, у нас есть вся сцена, у нас есть ведущий, у нас есть певец, у нас есть музыкальный инструментал, вот армянский дудукист, пианист и так далее, кавер-бенд, как и европейско-русский, так и армянско-русский, можно так сказать, да, который кавказскую песню будут петь, и у нас есть организаторы, зал, два платья, это по сути все, что у нас есть, нам осталось найти по мелочи таросики, это армянская какая-то штука, то, что дарится гостям, которые не находятся в браке, то есть получается в основном дети, да, и холостые люди, получают такие маленькие презентики. Мне нужно найти еще одно платье, наряд в ЗАГС, Оску надо найти, костюм, обручальные кольца, это еще осталось, декор, видеограф, фотограф, визажист, стилист по волосам, и в принципе это вроде все. То торт, к сожалению, вроде как только Софиса нам может предоставить, а потому что это правило их площадки, типа торт только с нас. Это грустно, потому что это не дает мне возможности воспользоваться своим положением блогерским и получить скидку на торт, а у них там такой дорогой торт. Это даже с точки зрения того, что вдруг там не очень хорошие тортики, плохо, даже дело не в том, что я там блогер и хотела бы все по бартеру, любимый мой бартер, хотя бартер это, конечно, приятно, но на самом деле на такое количество человек, как у нас, свадьбу по бартеру сделать, к сожалению, невозможно. Даже если кто-то согласен работать по рекламе, то он все равно делает просто скидку, он не делает все полностью бесплатно. Я не могу его винить, действительно сложно очень с нами работать, потому что более 300 человек у нас будет точно, возможно даже 400-500 будет зависеть от того, когда будет свадьба и все такое, но блогеров я, кстати, уже всех позвала, у меня список из 120 блогеров, с теми, с кем я виделась много раз, с теми, с кем я вообще не виделась даже позвала, потому что мне хочется сделать такое грандиозное событие, и раз мы так много души вкладываем в этот праздник, пусть его увидят как можно больше людей, даже если это люди, с которыми по факту мы не близки. Я просто хочу, чтобы это было именно, знаете, такое, инфоповод, помимо того, что это просто мой праздник. Я хочу, чтобы это как можно больше людей увидело. И эти люди, которых я позвала, они мне очень приятны и симпатичны, поэтому я хочу разделить с ними все еще этот момент, даже несмотря на то, что это не мои близкие друзья. Но по факту мы зовем дальних родственников, почему я не могу позвать дальних друзей-блогеров? Какая разница к какой они дальности, если это просто люди, которые тебе приятны. Когда делаешь большую свадьбу, там уже не важно, 400 человек или 500, а вот если ты хочешь маленькую свадьбу на 40 человек, то, конечно, ты не будешь звать каких-то более дальних людей тебе. Следом вопрос, почему вы не перенесли свадьбу на 2021 год? Объясню. Сама не знаю, просто хочется уже поскорее все это сделать. И если будет возможность сделать свадьбу 24 октября, как мы перенесли с июня, в июне у нас должна была быть первая свадьба, ну, точнее, единственная первая, короче, первая дата была именно на это число, 19 июня, ну, не сложилось. И если так произойдет, что пандемия не даст нам сделать свадьбу в октябре, то придется уже переносить на 2021 год. Мы так решили просто попытать удачу. Вдруг. Просто было бы обидно, если бы пандемия закончилась, а мы перенесли уже свадьбу на 2021 год, и как бы, ну, грустно. А мы же хотим там уже съехаться, жить вместе, начать строить нашу семью и так далее. Какой акцент тебе больше нравится, британский или американский? Это очень сложный вопрос, потому что вообще раньше я ненавидела британский, но когда я стала взрослеть, что ли, или просто, может быть, в Англии побывала, мне так стал нравиться и британский акцент, так что мне тяжело выбрать. Я люблю и тот, и тот. Понятнее мне американский. Например, даже вот сериала «Форс-мажоры», к которому я уже ссылаюсь во втором видео подряд, там американский язык, он очень понятный, очень простой, британский, немножко ты напрягаешься, потому что они слегка странно говорят. Мне даже вот британец-репетитор, я немножко не всегда понимаю, что он говорит, потому что у него именно странное произношение, но при этом так красиво. Мне очень нравится. Просто рай для моих ушей, когда говорят британцы и американцы. Мне безумно нравится английский язык. Это просто, не знаю, очень логичный, прекрасный, просто красивый язык. Продолжаешь ли ты делать вакуум и можно ли сразу после него пить воду? Честно, я некомпетентна в этом вопросе. По поводу воды не знаю. Я пью сразу. До, даже если глоток пью, уже тяжело идёт. Не знаю, как это работает. После сразу могу выпить, не задумываюсь даже об этом. По поводу продолжаю делать или нет? Нет. Потому что я сейчас вот как раз при восстановлении критических дней я забросила спорт, отпустила ситуацию, просто кайфовала от жизни. Поэтому я не касалась никакого спорта, даже такого лёгкого упражнения, как вакуум, который по факту можно сделать, ну, не напрягаясь. Просто встаёшь и делаешь... Вдыхаешь. Но я почему-то не делаю. Когда что-то не делаешь, уже тяжеловато вернуться в это. Я не делаю сейчас зарядки, по утрам. Я просто вот на кардио-дорожке хожу, которая у меня дома. Я даже в зал не хожу. Ну, в зал-то понятно. Сейчас этот, коронавирус, этот, не очень хочется ходить в спортзал, где максимальное скопление вирусов и микробов, оно у нас ещё не проветривается. И так что... Тем более у меня теперь есть сейчас моя дорожка. Это, кстати, так круто иметь свою дорожку. Если вы думаете, абонемент в спортзал или дорожка, стопудовая дорожка, хотя она у меня месяц, и даже два лежит просто в середине комнаты, я почти не пользуюсь. Но я вот сейчас начала неделю назад, да, у меня было три дня, я делала спорт. Сейчас я очень ударилась в видосы, в работу, и поэтому как-то на второй план это ушло. Но завтра вот железно пойду заниматься. Это реально очень круто, когда ты перед телеком ходишь. Ну, мне кажется, что дома тоже можно тренироваться, особенно когда... У меня просто такая она складная, ты можешь её под кровать убрать, и она тебе не мешает. Не обязательно, чтобы она лежала в комнате, но мне просто на неё пофиг, поэтому она лежит в комнате. Вы уже полностью готовы к свадьбе, раз уезжаете в Лондон? И нет. Я уже сказала, что нам осталось, но теперь я более спокойна, потому что... А, у меня есть ассистентка, если что, я ей напишу всегда, и она сделает что-то за меня, удалённо и так далее. Поедет, приедет, выберет. У меня есть несколько недель, даже, я бы сказала, почти месяц, нет, меньше, полмесяца, до Лондона, и я могу пойти мерить платье, я могу заказать таросики. То есть что-то я могу сделать. Потом, когда мы приедем в Москву, у нас будет целый месяц до свадьбы, и за этот месяц в более быстром темпе, я думаю, мы всё-всё-всё успеем, потому что у нас есть агентство, которое нам тоже будет очень сильно помогать, и мы будем понимать, что у нас осталось всего ничего, и будем работать быстрее. Так бы мы, грубо говоря, занимались этим в течение двух месяцев, дела бы были разбросаны на два месяца, вот так вот, дозировано. А тут мы просто сконцентрируемся и всё быстро сделаем, поэтому даже в этом есть какой-то свой плюс. Смотришь какие-то американские шоу по типу подиум, топ-модель? Я с Юлией в детстве обожала смотреть топ-модель по-американски. Кстати, возможно, даже... Не знаю, вот мы такие с ней любители фото, на нас часто оттыкают пальцем. Типа, фу, ваша жизнь строится вокруг фотографий в Инстаграм. Типа, не дело. А я вот думаю, что дело. Мне нравится это, и мне всегда нравилось смотреть топ-модель по-американски. Мы посмотрели все, по-моему, сезоны с ней, причём, когда вот мы поехали, я помню, с ней в Ереван, мы просто до утра каждую ночь смотрели эти прекрасные выпуски топ-модель по-американски, причём по-украински вот все сейчас просто сходят с ума. Я не смотрю. Не знаю, мне просто вот нравилось всегда по-американски, а сейчас я уже не смотрю ни то, ни то, поэтому, может быть, и не смотрю по-украински. Если бы это было тогда, может быть, бы смотрела. Мне нравится именно то, что это американцы делают. У меня немножко сдвиг есть на том, что они делают. Всё то, что делают об Америке, немножко выше для меня, хотя это неправильно. Певцы, которых я слушаю в России, которые популярны, ну, русские ребята или, окей, не русские, кто там, Джонни, вот это Мия, Геншпель, они не в Америке, но при этом мне нравится их музыка. Но что касается фильмов, там, сериалов, то только оттуда всё мне нравится. Чё там по пресетам? Пресеты на стадии вот финишной прямой, у нас готов уже сайт, мы даже Яндекс.Кассу уже наконец-то привязали к нашему сайту, сейчас настраиваем рассылку, мне надо смонтировать видеоинструкцию, Юле его надо снять, смонтировать. Я думаю, что в августе точно запустимся, сто процентов. Мы, конечно, хотели быстрее всё это сделать, но... Ну, и так всё это идёт, это первый наш вообще бизнес, можно так сказать, и поэтому мы сталкиваемся с некоторыми подводными камнями, например, мне моя девочка, которая делает нам сайт, моя девочка, ну, девочка, которая делает нам сайт, говорит, типа, Карин, давай, там уже пора привязывать чеки, вот эта система, когда чек при покупке присылается вам, и в налоговую. Я такая, да, хорошо, оказывается, это стоит 23 тысячи в год, и я чуть было не заказала, не оплатила, а потом я Юле что-то сказала, Слава услышал, и такая, зачем вам чеки? Я, типа, увидел статью, что до 2021 года, до лета, то есть у нас ещё целый год есть, это не нужно для ИПшников, у которых нету сотрудников на ИП, никто, ну, то есть мы не отчисляем зарплату, мы всё это делаем на моё ИП, а так как у меня нет сотрудников, то я могу не делать это, то есть мы экономим 23 тысячи рублей, не знаю, зачем я вам это рассказываю, просто вдруг кто-то из вас будет делать будущий мой бизнес, связанный с продажами, вам, может быть, тоже посоветуют сделать это, а вы такие, а я смотрел видео Карины, там чеки не нужны. До 2021 года я позвонила в налоговую, мне это подтвердили, я со спокойной душой сказала это Саше, она делает нам сайт. Вот всё сделано, единственное, что стрёмно сделать старт продаж, вот реально стрёмно, просто потому что я никогда ничего такого раньше не делала, и в этот день я боюсь представить, какие будут у меня эмоции. Вот наша проблема с рассылкой, мне Саша написала, как только она решит эту проблему, в принципе, мы можем запускаться, сайт готов, всё готово. А, ну и вот видос надо добавить, наши, которые мы с Юлей сняли, инструкцию, дополнительно к тем инструкциям, которые уже загружены, то есть если вы боитесь, что вы ничего не поймёте, не надо бояться, там всё будет настолько понятно, насколько это возможно. Стоит ли в наши дни становиться YouTube инсталайфстайл блогером? Не поздно ли? Я думаю, что 100% стоит. Почему я так думаю? Конечно, тупо сравнивать две сферы, я сейчас это сделаю, но, например, музыка есть, есть блогинг. Мне мало всегда, мне всегда мало музыки, то есть если бы ещё было 10 исполнителей, моих любимых, я бы их слушала, потому что у меня есть время для музыки, так же, как и у людей, есть время для блогеров. Если вам есть что показать, и вы думаете, что вы действительно подходите под вот эту блогерскую деятельность, то делайте это, потому что это прекрасно. Как сказал один умный человек в подкасте, который я смотрела, он говорит, если вас интересует результат, когда вы берётесь за что-то делать, даже не беритесь, если вас интересует процесс, тогда беритесь. И в меня эта фраза очень впечаталась, потому что я понимаю, что, чёрт возьми, да, это действительно так. Я, например, когда делала своё шоу на Ютубе без шансов, меня интересовал только результат. И мне было неприятно сниматься, потому что я должна была доставлять неудобства гостям, кушать какую-то непонятную фигню, звать людей на пытки, и меня это немножко пугало всё. Но меня интересовал только результат, меня интересовали хорошие рейтинги, просмотры, рекламодатели, которые могут встать в моё шоу, то, что у меня будет прирост подписчиков, то, что я сделаю себе имя шоумейкера. Там были достаточно хорошие просмотры, два выпуска или три почти по миллиону собрали, там 900-800 тысяч. Это офигенно. Для шоу, если бы я его продолжала, то было бы вообще класс. Но я просто слишком напугана от всего того, что надо там делать, чтобы продолжать его и кайфовать от процесса. А вот подкасты, меня, честно говоря, больше волнует процесс. Мне хочется, просто хочется говорить с людьми, мне хочется построить свою студию, мне хочется придумывать темы, звать людей, общаться с ними на интересные темы. Вот я послушала подкаст с этим человеком, да, Серёжа микрофон, там такой дядька, вот последний буквально, зайдите, большой дядька-журналист вроде. Он это сказал, и это изменило, может быть, даже мою жизнь. Я что-то поняла в этой жизни. Я хочу вот такое снимать, и я буду счастлива, если у меня это будет получаться. И я реально больше хочу вот процесс ощутить уже поскорее на себе, нежели чем, там, просмотры. Да, будет круто, если у меня будут классные просмотры, но если это будет даже так же собирать, как мои влоги, я всё равно буду счастлива. Главное, не меньше, конечно, потому что, ну, это всё равно, все вот эти цифры, они для блогера очень важны, и когда ты видишь хорошие цифры, это всегда тебя мотивирует. Это я к тому, что, короче, Ле, занимайтесь тем, что вам нравится. Если вы будете кайфовать от процесса, даже сложного, но всё же будете кайфовать, тогда делайте, делайте, потому что у вас тогда всё реально получится. Конечно, вы можете быть напуганы тем, как завоевать аудиторию, что рассказывать, о чём вещать, и то, что у вас там, может, нет денег на продвижение. Это стрёмно. Вот это да, тут уже вот вопрос, получится или нет, непонятно, но стоит ли быть, стоит ли пытаться, сто процентов стоит, потому что никогда не будет поздно, даже через 10 лет не будет поздно. от тебя прёт бешеная энергетика, как ты это делаешь, девушки, спасибо большое. Не знаю, у меня просто бывает, когда реально я самотивирована собой, вами, активностью, и тогда я прям заряжаюсь и готова выплёскивать его, и вы заряжаетесь даже от этого. Но мне просто, как бы странно это не звучало, нужна ваша похвала, вот реально. Как хотите, это воспринимайте, возможно, смешно звучит, глупо, но когда тебя кто-то хвалит, ты хочешь делать ещё лучше, ещё больше, ещё круче. Когда тебя никто не хвалит, а просто молчат, ты делаешь просто на автомате. Когда тебя ругают, ты хочешь делать ещё хуже, либо не хочешь делать вообще. Поэтому, если вы хотите больше видосов, ребятки, хвалите меня побольше. На самом деле, очень удивительно. У меня есть видео на кассете, там, где я маленькая-маленькая, не знаю, сколько мне, два-три года, я уже умею разговаривать, я рассказала маме стих и говорю, скажи, скажи, ты моя радость. Вот так я и говорю, типа, чтобы она меня похвалила, потому что она мне всегда говорила эту фразу, типа, ты моя радость, когда я что-нибудь скажу, какой-нибудь стих, например, или что-нибудь классное сделаю. И я настолько это запомнила, что мне так вот, видимо, захотелось у мамы попросить похвалу за то, что я что-то сделаю. Кто знает, может быть, мы формируемся из наших каких-то детских вот таких моментиков. И сейчас поэтому для меня так похвала важна. Маша Анатолия Горько-Патта налила вечернадь тысячи тоннечек. Не пач, не утонет вечернадь. Только больше лукой жарко, когда Южа жарко. Я не мог я не ски помог. Ты моя радость, а? Просто поднимай головку. Расскажи мамочке, какую мы сихотворим. Маша Анатолия Горько-Патта. Даритки, помог. Давай, скажи моя радость, скажи. Да ты моя радость. Маша, скажите моя радость. Может быть, это просто моя особенность. Вообще, по факту, так все ведь люди. Всем нужна похвала, одобрение. Это абсолютно нормально, когда ты хочешь слушать положительные комментарии в свой адрес. Плохо, конечно, когда ты от них зависим, как я, например, и они влияют на твое настроение, когда у меня был неделю назад негатив сплошной. Я хотела просто ничего не делать. И все, сейчас я порхаю, как бабочка. Жаль, как пчела. У меня, кстати, еще в Инстаграме невероятный прирост подписчиков. Сейчас объясню, почему многие так и не поняли. К моему большому счастью, Инстаграм ввел какую-то новую функцию. Мне пришло уведомление сегодня. Типа, Карина, завершите четвертый этап оформления вашей странички. Я думаю, что за этап? Почему ты вспомнила об этом через 7 лет после того, как я создала страничку? Непонятно. Но я захожу, и он мне предлагает подписаться на тех, кто может меня вдохновить. Там человек 20, всякие, бородина, не знаю, вот профили, но которые мне по факту были неинтересны. Я не обратила на это внимание, закрыла. Через какое-то время понимаю, что на меня подписывается страшное количество людей. Просто, не знаю, по 10 человек в секунду, можно так сказать. Я понимаю, что что-то не так. Кто-то накручивает меня, может быть, или меня в гиф засунули без моего ведома. Непонятно, короче, было. Смотрю, не накручивает, потому что обычно если накрутка, то это какие-то боты, типа там арабы, или, не знаю, люди с непонятными страничками. Я смотрю, реально прикольные подписываются люди. Я прифигела, потом сложила просто А и Б, и поняла, что 18 тысяч человек за день подписалось на меня из-за этой функции. И это, ай, валдеть, как круто. У меня 10 тысяч теперь не хватает до 1,6, и я такая счастливая теперь. И я запостила это в сториз, что типа, ребята, походу, вот от чего у меня такой прирост, потому что я тоже приростом поделилась, и все люди мне начали писать, да, Карин, типа, я подписалась на тебя сегодня из-за этой штуки. И таких сообщений было очень много, наверное, штук 100-150. Ну, это много, учитывая, что я запостила это все ночью, буквально пару часов назад, и люди, которые новопришедшие, они не всегда любят отвечать каким-то блогерам на комментарии. Спасибо, Инстаграм, за такой подарок судьбы. Просто помните, когда 5 лет назад Инстаграм существовал, когда регистрировался, ты одним из этапов своей регистрации, тебе показывались там профили всякие популярные, и ты должен был подписаться, чтобы завершить регистрацию. Ну, не то, чтобы обязан был, ты мог пропустить этот этап, но все же, и этот этап можно пропустить, то есть, я ни на кого не подписалась, но людям зашла моя страничка, мне все начали писать, что Карин, да, типа, я оттуда тебя узнала, вот вчера подписалась, сегодня подписалась, кто-то написал, что у меня очень эстетичный профиль, кто-то написал, что у меня лучший профиль из всех предложенных, и они подписались только на меня из-за моего визуала, и типа, все так эстетично, классно, и в этот момент хочу вам сказать, мои ребята, наши пресеты с Юлей, они очень действенные, если бы не наши с Юлей обработки, потрясающие, ну, в данном случае, моя, да, может быть, не было бы у меня такого успеха, и я просто прифигела чутка, если честно, и понимаю, что визуал, это обалденно, сейчас визуалы минималистичные, такие очень, очень, очень в моде, и поэтому люди просто увидели, что так все красивенько, как я стараюсь, и подписались, и просто пишут мне сейчас комплименты, мол, о, так ты еще и типа, миленькая, и я такая, спасибо, больше комплиментов, Карин, главное же радостно в душе, очень, мои хорошие, очень радостно в душе, ты моя курочка, почему любишь оверсайз, знаешь, что тебе больше красят утонченные вещи, я люблю и утонченные вещи, и оверсайз, и я люблю то, что мне комфортно на данный момент, иногда я переела, и хочу просто что-то надеть такое, типа, свободное, иногда я просто хочу спрятать свои толстые руки в день, когда мне кажется, что у меня толстые руки, иногда я хочу показать, какая я крутышка, красотка, иногда мне просто нравятся вещи, мне пофиг, она оверсайз или не оверсайз, поэтому я ношу ее, многие мне говорят, что, типа, почему ты так часто носишь оверсайз, и так редко вот эти утонченные вещи, которые облегают, а мне так почему-то не кажется, мне кажется, что я очень много ношу облегающих вещей, я ношу джинсы, я ношу просто какие-то кофточки, топики, и мне кажется, что я достаточно, так скажем, нахожусь в балансе между оверсайз и облегающими такими девичьими вещичками, конечно, я чувствую себя прекрасно, когда ношу что-то такое, от чего там все ахают, о господи, какая красивая, недавно мне костюмчик пришел, так у меня просто полторы тысячи ответов, полторы тысячи репостов этой истории, все офигевают, говорят, какая я красивая, как мне идет, и как я похудела, я пишу, типа, а я не похудела, я так уже полгода вешу, типа, у меня вес не меняется, просто я открылась немножко, и люди увидели, какая я на самом деле не толстая, спасибо, ну, поэтому можно сделать вывод, что действительно оверсайз я ношу больше, но я люблю носить топик, штанишки, и вот свободный такой пиджак, мне нравится, я чувствую себя комфортно, просто вот, не знаю, ношу, и все, мы с Машей рассказывали о совместном бренде одежды, выбрали ткань, все в силе, во-первых, мои хорошие, у нас с Машей будут разные бренды, у нее все двигается чуть быстрее, потому что, ну, наверное, потому что она этого, может, больше хочет, или у нее это уже второй заход, у нее уже были попытки создать свой бренд, где-то два года назад, может быть, и она как бы уже набила пару шишек, и поэтому более опытная, чем я, плюс случилась пандемия, и от этого мы все сидели дома, на даче я была, поэтому все как-то застопорилось, у нее даже уже отшиты какие-то вещи, но не знаю, прям, целая партия вроде не отшита, но пробники готовы и есть, у меня все, что я отшила, мне не нравится по качеству материала, я выбрала другую ткань, вон она у меня там лежит, не буду доставать, показывать, мне понравилась очень ткань, которую я взяла, и мне нужно, кстати, ребят, что я туплю, вдруг среди вас, мама, тетя, дядя, не знаю, есть кто-то, швея какая-то классная, напишите мне, пожалуйста, вот на эту почту, если вы, как это называется, можете делать лекало, разрабатывать, конструктор, швея конструктор, не знаю, и мне нужно пошить сначала из этого всего образец, понять, что да, мне подходит ткань, потом пойти, найти цех, швейный цех, да, называется, и отдать там уже, пусть мне пошьют много штучек, если мне понравится ткань, фигню выпускать не буду, лучше буду носить сама, и все, или не буду вообще носить, так что, если я что-то выпущу, это будет точно годно, единственное, что вся одежда, которую я хочу делать, она более летняя, а из-за карантина уже поезд ушел, и, честно, не вижу смысла выпускаться, типа, сейчас, все, я хотела делать топ с велосипедками, ну, как, камон, какой топ с велосипедками, может быть, я настолько все это сильно затянула, что дроп, лонч, как хотите называйте, будет уже в следующем году, а сейчас у меня будет полгодика, для того, чтобы не спеша все проработать, может быть, я даже добавлю какие-то позиции, то есть, у меня раньше это было, чисто там, топ, велосипедки, шоппер, и платочек, сейчас, может быть, я захочу побольше, не знаю, я не оставляю эту идею, я над ней работаю, очень медленно, но работаю, есть ли в планах обучиться стилистике, учитывая твой интерес к разным образом, нету, но я именно поэтому при выборе ассистентки выбирала ту, у которой есть вкус, которая очень много в этом понимает и разбирается, хоть она и не проходила курсов никаких, но ее знания меня поражают, мы с ней недавно, она приходила, это было вот буквально первым, наверное, что мы сделали совместным, это мы придумали такое, что мы будем вместе подбирать мне 10 луков на ближайшем 2 недели, то есть, встречаться ради этого каждые 2 недели, и так я буду постоянно красоткой, у меня будет постоянно в одной цветовой гамме образы, в одном типаже, и поэтому лента будет еще круче, чем она есть, из-за того, что как раз все такое будет в одном стиле, но при этом разное, и мне безумно нравится то, как она подобрала мне все, то, что она мне рассказывает, это очень все интересно, и даже удивительно, что она не проходила никаких курсов, потому что действительно много знает, потому что она, ну, сама для себя много изучает, может быть, не знаю, видео на ютубе смотрела, может быть, статьи читает, или еще что-то, а так прикольно, и вот как раз у меня теперь нет нужды учиться этому самостоятельно, плюс все-таки тут важна насмотренность, и хоть и насмотренность я потихоньку-потихоньку, развиваю, но вот курсы там, стилистики проходить, не то чтобы не хочу, просто вот решила ассистентку нанять себе, и это достаточно пока на данном этапе, хотя мне эта тема интересна, и может быть, когда-нибудь я к этому приду. Твоя лента в инстаграме, это inspiration или подписки из-за вежливости? Интересный вопрос. Я думаю, что 50 на 50, у меня есть люди, на которых мне все равно, это в основном американцы, у которых потрясающие ленты, где я беру вдохновение, при этом абсолютно не смотрю их stories, неинтересно даже, как их зовут, банально, вот просто смотрю фотку, вау, это как будто бы такой пинтерест в инстаграме, а есть люди, на которых подписано, можно сказать, из вежливости, абсолютно спокойно отношусь там, к их фотографиям, но иногда прикольно посмотреть stories, потому что там, это мой знакомый, мы иногда общаемся, прикольно узнать, что у него дела, как, из вежливости не так уж и много, я на людей подписываюсь, то есть, если, например, это человек, с которым вы меня видели раза три, то это уже не из-за вежливости я с ним подписана, просто потому что мне человек этот нравится, да, то есть, да, контент, я могу быть не в восторге от него, но мне нравится там, следить за его жизнью, потому что мы знакомы, там, просто прикольный человек и так далее, но есть у меня парочка людей в подписках, я понимаю, что не хочу обидеть человека, не хочу от него отписаться, но вот, может быть, стоило бы, это очень тупо, да, что я так иду лично, я, да, вот так рассказываю вам об этом, привет всем, кто я на кого подписана, но таких немного хочу вам сказать, это люди абсолютно мне незнакомые, можно так сказать, один раз пересеклись где-то и все, и подписалась, а потом отписаться неудобно, и уже такой думаешь, ну ладно, что мне мешает что ли, и вот так и происходит, почему не отписываюсь? Афиг знает, не знаю, может не хочу реально просто задеть человека, хотя мне кажется, то, что я сейчас это говорю, наверное, гораздо обиднее, может быть, не стоит ли это было вставлять, ладно, меня не смотрят блогеры, нет, смотрят вообще-то, но те, кто меня смотрит, скорее всего, вы супер, потому что, наверное, мы с вами общаемся, и в таком случае, я на вас подписана, потому что вы классные, ну и на этом все, я хочу вас поблагодарить за то, что вы посмотрели это видео, если оно вам понравилось, дайте мне об этом знать, похвалите меня, я так это люблю, вы же знаете, мама, скажи, моя радость, скажи, если вам что-то не понравилось, тоже дайте знать, только в хорошем комментарии, заправленном щепоточкой любви, будет интересно почитать, если мне стоит снимать чаще разговорных видео, то дайте мне тоже об этом знать, напишите, какие темы хотите послушать от меня, не только там вопрос-ответы, понятное дело, я думаю, что вы хотите, не бойтесь, не беспокойтесь, я не перестану снимать влоги, я знаю, что это все равно остается топом моего канала, потому что люди действительно просто такие теплые слова пишут, что я никогда, наверное, от них не откажусь, и даже когда будут выходить подкасты, я все равно не забуду про влоги, то есть это будет, наверное, у меня вот две основные рубрики, это влоги и подкасты, дай бог я их сделаю, правда, кстати, я вот не знаю, я не буду себя торопить, если они выйдут не скоро, то вы меня извините, потому что я должна на три недели уехать в Лондон, потом у меня будет суета по поводу свадьбы, свадьбы, медовый месяц, и всякое такое, конечно, мы будем стараться все делать максимально быстро, и до Лондона, если мы запишем несколько выпусков, я буду самым счастливым человеком, но я не буду выставлять фигню, в которой я не уверена, поэтому хотелось бы, даже если я запишу что-то, анализировать как-то это, может быть, показать нескольким человеком, людям, и узнать, что они думают, что может улучшить, может быть, выберу фокус-группы своей аудитории, то есть хочу реально серьёзно к этому, ко всему отнестись, подготовиться, и выпустить, когда буду довольна. Конечно, очень не хочется рассказать вам и выпустить продукт, чтобы прошло очень много времени, потому что, ну, это как-то тупо, вы устанете ждать, и будете максимально негативно относиться к тому, что я такая медлительная, но я это вытерплю из-за того, что я хочу офигенный сделать продукт, и я очень-очень-очень хочу этого. Сейчас ещё вот эта вся ситуация с коронавирусом, который отдаляет меня ещё побольше от этого, потому что я не знаю, когда я могу выйти из дома уже, хотя мне пришёл отрицательный ковид, Карен тоже его вот сейчас, завтра, по-моему, будет сдавать, если он будет отрицательный, то это будет потрясающе, наверное, я тогда точно уже смогу выходить из дома, мне надо идти мебель выбирать, продумать концепцию, будем с ассистенточкой моей встречаться, в какой-нибудь кофейне, классно пить кофеёк, и думать о том, как мы будем завоёвывать мир, вот пинки, вот ты брейн, вот пинки, вот ты брейн, а чё, Карелла? И я буду это, конечно же, сейчас снимать на влог, так что подписывайтесь на меня, кто не подписан, в инстаграме тоже фоловцы, я вас очень люблю, вы самые классные, пока! Ну ты моя радость! Ну, расскажите, надо! Субтитры подогнал Игорь Негода!